Здравствуйте! В эфире суббония информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. В Малокарачаевском районе 1 сентября для дошколят и школьников, а также для студентов распахнут двери 36 учебных заведений. Всем ли требованиям безопасности они соответствуют? С начала пандемии считалось, что заболевание новой коронавирусной инфекцией у детей протекает легко и бессимптомно. Свои рекомендации по профилактике и лечению детей дала врач-терапевт. Жители Карачаева Черкесии могут присоединиться ко всероссийскому грантовому конкурсу коротких видеоэкскурсий «Лучший гид России» выиграть 100 тысяч рублей. На базе детского сада «Мамонтенок» в Черкесии состоялось мероприятие по теме воспитания в системе дошкольного образования. Его организовали в рамках проведения августовского совещания «Региональная система воспитания, инновации и основные направления развития». В совещании приняли участие специалисты и методисты по дошкольному образованию, управления и отделов образования городских округов и муниципальных районов, руководители дошкольных образовательных организаций. Секционная работа была проведена по актуальным вопросам, внесенным в действующий закон образования. В свете происходящих изменений на детский сад возлагается воспитательная миссия, как одна из самых главных направлений работы каждого дошкольного учреждения, отметила заместитель министра образования и науки Карачаева Черкесии Фатима Бекижева. Наряду с развивающей программой необходимо с сентября месяца реализация воспитательной программы, во всех дошкольных образовательных организациях. Поэтому сегодня в Черкесии работает три площадки. Первая площадка для педагогов дошкольного образовательного организации, вторая площадка для педагогов и директоров школ общеобразовательных организаций, и третья площадка для педагогических работников среднего профессионального образования. В Малокарачаевском районе завершились мероприятия по приемке образовательных учреждений района в преддверии нового учебного года. К 1 сентября свои двери для дошколят, школьников, а также студентов распахнут 36 учебных заведений. Всем ли требованиям безопасности соответствуют детские сады, школы и колледжи? Присоединившись к комиссии, узнавала Александра Коваленко. Считанные дни остаются до начала нового учебного года. В Механико-технологическом колледже села Первомайского Малокарачаевского района завершены последние приготовления. Ну а теперь можно встречать гостей и продемонстрировать, что учебное заведение готово принимать студентов. Комиссия, в состав которой входят и представители Росгвардии, проверили ограждение колледжа. Состояние противокриминальной защищенности объекта. Исправность установленных на здании камер видеонаблюдения. О том, что на мониторе дежурный видит всю территорию колледжа, а она как на ладони, и это позволяет свести к минимуму риски возникновения чрезвычайных ситуаций, комиссии продемонстрировала завуч колледжа Зухра Баташева. У нас ежегодно эта процедура проходит, и, соответственно, подготовленность нашего колледжа к этим процедурам у нас хорошая. Все у нас в наличии есть, и сегодня у нас никаких нареканий не было. Встретили мы тоже, я думаю, неплохо, потому что нам бояться нечего. Все у нас, можете посмотреть, все у нас нормально. И, думаю, требования, которые к нам предъявлены, они все выполнены. В ходе приемки колледжа был отработан алгоритм применения тревожной сигнализации охраняемого объекта. После ее нажатия педагогам за 2 минуты и 28 секунд на место условного происшествия к учебному заведению прибыл экипированный наряд группы задержания вне ведомственной охраны по Малокарачаевскому району. Двигаясь перебежками по территории учебного заведения, росгвардийцы молниеносно оказываются в здании колледжа. Они всегда готовы оказать сопротивление и задержать преступника. После тщательного обследования здания, не обнаружив опасности, бойцы Росгвардии покидают объект. Я нажимала на кнопку. Здесь объекты все уладили? Все уладили. Спасибо большое. Спасибо за службу. Все хорошо. Действия бойцов Росгвардии начальник вне ведомственной охраны по Малокарачаевскому району майор полиции Аслан Эрикенов оценил на отлично. Также рассказал, что в районе кнопками тревожной сигнализации оборудованы все 36 объектов образования. Исходя из того, что мы сегодня увидели, что мы проверили, что мы посмотрели, В принципе, по моей линии, замечаний к этому учебному заведению нет. Все у них нормально, все на уровне. Камеры видеонаблюдения, пожарная сигнализация, охранная сигнализация. Также мы смотрели и наблюдали, как действуют сотрудники Росгвардии при поступлении сигнала тревога. Время их прибытия мы проверяли. Дети – это наше будущее, а безопасность – это превыше всего. И поэтому мы проводим приемку образовательного учреждения. И это у нас происходит ежегодно перед началом нового учебного года. Покидая учебное заведение, сотрудники силовых ведомств поздравили педагогов с началом нового учебного года. Пожелали здоровья и успеха в учебе студентам. В стенах Карачаева-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева прошла конференция, посвященная родному языку. На заседании обсуждали проблему сохранения родного языка. Было отмечено, что очень важно учить детей языку для сохранения национальной идентичности. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Обсуждение проходило в актовом зале Карачаева-Черкесского госуниверситета. Основной темой стал карачаевский язык. В конференции приняли участие общественные деятели, учители родного языка и литературы и просто неравнодушные к данной теме. Проходило мероприятие под председательством Хасана Халкечева. Он отметил, что проблема сохранения актуальна как никогда, ведь за последние годы все меньше и меньше людей говорят на родном языке. Мы уделили внимание патриотическому воспитанию подрастающей молодежи, чтобы они знали, что у нас есть страна, и страну надо любить. Но страна многонациональная. Человек должен быть многоязычным. Ограничивать себя только одним русским языком – это как отношение ленивых. Надо знать несколько языков, в том числе, конечно, родной язык. В ходе конференции участники обсуждали, что именно может помочь популяризация родного языка. Также было отмечено, что в последнее время люди стали меньше читать. Ведь для популяризации родного языка печатается большое количество книг на национальных языках. Но они так и остаются пылиться на полках. Вместо того, чтобы маленьким детям с грудного возраста давать телефоны в возрасте ящельного, в возрасте детских садов или младших классов, вместо этого их надо учить играть на родном языке игры. Чтобы они были физически активны, чтобы совершенствовали свое здоровье, были больше на воздухе, чем дома сидеть и играть с телефоном. Это губительно. В конце конференции было отмечено, что необходимо привлекать к подобным собраниям и молодых специалистов из всевозможных отраслей. Ведь практика показывает, что лучше всего язык популяризируется в среде, и чем больше людей на нем будет говорить, тем легче он будет восприниматься в будущем. В свою очередь участники решили еще больше взаимодействовать с другими организациями, чья деятельность направлена на популяризацию родных языков. Аслан Гирюгов Исламурумов. Вести. Карачаево. Черкесия. Карачаевск. Сейчас погода на выходные. После мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Продолжение следует. В Карачаево-Черкесии проходит военно-технический форум «Армия-2021». Жителям и гостям республики можно будет посмотреть образцы вооружения военной и специальной техники. Кроме того, подготовленная зрелищная программа, включающая в себя работы полевой кухни, демонстрацию различных ситуаций, преодоление водной преграды, захват и уничтожение условного объекта противника, стрельба из разных видов вооружений и многое другое. Форум проходит одновременно на трех площадках. Парк культуры и отдыха «Зеленый остров», войсковой тир управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии и автодром «ДАСАФ-России». Это отличная возможность и для взрослых, и для детей воочию увидеть военную технику и поближе познакомиться с особенностями непростой, опасной, но очень важной профессии – защищать родину и спасать жизни людей. С первых недель пандемии считалось, что заболевание новой коронавирусной инфекцией у детей протекает легко и бессимптомно. Сегодня врачи говорят, что вирус бьет не только по легким, но иногда поражает любой другой орган, в том числе и у детей. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. COVID-19 может протекать по-разному – от бессимптомного процесса до тяжелейшей пневмонии. Однако в целом дети легче переносят коронавирус. У большинства детей заболевание напоминает легкую простуду со стандартным набором характерных симптомов. Когда взрослые болеют, они у нас идут как контактные, и мы обязаны, если температура у ребенка, обязаны поехать в тот же день, взять мазочек и сообщить о результате мазка родителям. Симптомами этого вируса являются, я еще раз повторю, температура, рвота, жидкий стол, слабость, вялость у ребенка, отказ от еды, и ребенок все время хочет отдыхать. Диагностируется COVID после тестирования. Применяются два вида тестов – экспресс-тест крови и ПЦР-тест мазков из горла и носа. Детям могут назначать дополнительные лабораторные исследования мочи и крови для контроля общего состояния. В первую очередь, если нам Роспотребнадзор тоже сообщает, что ребенок контактный, в тот же день, я повторюсь, берем мазочек, если мазок пришел положительный, мы отправляем лекарство, лекарственную помощь оказываем. И каждый день патронажная медсестра звонит, узнает о состоянии ребенка, каждый день отмечаем температуру тела, кашель есть или нет, одышка есть или нет, отмечаем. А доктор на 10-й день едет, повторно берет мазочек. Если этот мазочек пришел положительный, то мы еще на 14-й день приезжаем, берем мазочек. Родителям следует сделать все возможное, чтобы ребенок не заболел, ведь вирус до конца не изучен. Я даже очень прошу, чтобы родители не ходили в общественные места, где очень много скоплений людей, народа, и потому что, не дай бог, воздушно-капельным путем передается этот вирус, эта инфекция, мы не сможем понять, как говорится, этот человек больной или носитель. Поэтому я советую, после того, даже как сходили в магазин, забрали ребенка с садика, советую, пришли домой, ручки помыть, лицо помыть, горлышко обработать, естественно, и взрослым, и деткам. Положительные эмоции и хорошее настроение у детей в период после болезни очень важны для восстановления организма ребенка. И, конечно же, полноценный сон и правильное сбалансированное питание. Альпина Курочинова-Кенжева, Зумрат Халкечева, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Жители Карачаева-Черкесии могут присоединиться ко всероссийскому грантовому конкурсу коротких видеоэкскурсий русского географического общества «Лучший гид России» и выиграть до 100 тысяч рублей. В нем могут участвовать как профессиональные гиды, так и любители, как взрослые, так и дети, но старше 12 лет. Задача снять яркий двухминутный ролик с рассказом культурной, музейной или природной достопримечательности нашей страны и загрузить его на сайт проекта лучшийгид.рф. Главное условие – ролик должен быть сделан на русском языке и на территории России. При этом шансы на победу имеют работу, сделанные как на дорогие камеры, так и на смартфоны. Так участники конкурса могут проявить себя в пяти различных номинациях. В частности, лучший гид музея, лучший гид город, лучший гид экотуризм, лучший гид до 18 лет и лучший гид Нижний Новгород. Во взрослой категории главной наградой станет 100 тысяч рублей. Победителю в номинации для гидов до 18 лет будет вручен квадрокоптер. Победители также станут героями телепроекта на телеканале «Моя планета», который является соорганизатором конкурса. Кроме того, участники поборются за три специальных приза от партнеров проекта. Итоги конкурса будут подведены до конца октября 2021 года. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго!